Вот дом, который он строит, срубовой. Купил с рук, привезли его. И здесь вот второй этаж, где он обшивает, теплоизолирует, обшивает досками. И вот этот дом, он так выглядит, общий вид. Жизнь героя этой выставки кардинально изменилась пять лет назад. Виталий, выпускник технического университета, сначала работал на производстве, затем в пожарной охране и уголовном розыске. В один прекрасный момент решил все бросить и переехать жить в деревню за 300 километров от Самары. Почему, до сих пор для всех загадка. Автор этих снимков, фото-журналист Сергей Курочкин, знаком с Виталием уже 15 лет. В гостях у него в глухом селе бывал не раз. Под впечатлением от решимости и упорства этого удивительного человека и родилась фото-выставка «Жизнь для себя». Лес смешанный, сосновый, ну изумительная природа. Пруд, речка. И на фоне всего этого вот неустроенность теперешняя пока еще в жизни, которая очень напрягает. Я бы так сказал. Я бы не пошел на такое. Это подвиг, можно сказать. На выставке свыше 20 снимков. Один день из жизни отшельника. Купание в роднике с ледяной водой. Утренняя дойка. Работа по хозяйству, с которой Виталий справляется в одиночку. Родственники приезжают к нему на выходные. Здесь нет интернета и телевидения. Сотовая связь только на холме. Но эту жизнь вдали от суеты и благ цивилизации, говорит фотограф Сергей Курочкин. Виталий и считает жизнью для себя. «История рассказана понятно. Понятно среда его обитания, условия его жизни. И ты погружаешься в его жизнь. Это очень здорово. Действительно впечатляет. И хотелось бы посмотреть, что будет дальше». Рассказывать о своем друге с помощью фотокамеры Сергей Курочкин продолжит и далее. Выставка «Жизнь для себя» продлится до середины января. Алина Чемерис, Константин Головин. События.